Ну, видите, реакция-то есть. Лесницы там двигаются. Три месяца, годик и четыре. Врачи реанимации детского ковидного госпиталя сейчас выхаживают троих. Малыши в тяжелом состоянии. Ковид, двусторонняя пневмония, ко всему прочему, фоновые заболевания. У одного врожденный порог сердца оперирован. У второго тоже врожденный порог сердца, тоже оперированный. Этот с неврологической патологией. Сатурацию пока 92. Для этого ребенка тоже с порогом сердца. Это идеальный вариант. Питаются через зон, получают кислород. На ИВЛ, к счастью, уже никого. В пятницу от аппарата отключили подростка. Его легкие начали дышать самостоятельно спустя 10 дней. Нахождение на искусственной вентиляции, иначе, как героям, мальчишку здесь не называют. Еще ребенок сам по себе. Он сильный и помогал нам, а мы ему помогали. И вот благодаря всех наших, все вместе, и коллектива, и его, у него состояние улучшилось. И мы его перевели в отделение. Мишка-то у нас герой. Когда он пришел в сознание, из искусственной вентиляции вывели, он, Миша, давай перевернемся. Он помогал. В детском ковидном госпитале 26 пациентов. Самые тяжелые в реанимации, со средней степенью, в обычных палатах. Здесь вот брали, вот синяки уже, мгновенно. Она уже боится врачей. Белые халаты до ужаса напугали эту белокурую малышку. За пару дней, что она здесь, уколом нет числа. Около месяца девочку мучил кашель. Домашнее лечение эффекта не принесло. Позже рентген показал пневмонию. Сюда уже попали, нам уже сделали эти мазки. И вот тест сегодня только что пришел положительный. Подтвердили, что ковид. Сами все лето не верили. Но вроде как мы тоже переболели все. И муж, и я, и сын. Ну и в легкой форме все дома. Поэтому она последняя. Высокая температура диареи у детей. Длительная, небольшая температура, отсутствие обоняния, заложенность носа у подростков. Такова клиническая картина детского ковида. За детей очень переживаешь. Во-первых, они разлучены с домом. Это самый главный фактор. То есть отсутствие родителей. Я тоже по тебе соскучилась. Не знаю, как мы теперь к тебе придем. Теперь уже с нами в самоизоляции. Телефон для 16-летней Светы сейчас единственная возможность общаться с любимой мамой, которая в буквальном смысле ее спасла. У девочки была двусторонняя пневмония. По договоренности, если честно, пошли на рентген. Потому что сразу не пробьешься. Неделю дома пролечились. Ну вот, договорились, попали на рентген и сразу в больницу. Ну, в больницу, скажем так, оперативно попали. Обсуждают пережитое, смеются и радуются, что идут на поправку. Девчонкам постепенно возвращается вкус и аппетит. Самое чувство лучше. Я очень рада, что у меня появился вкус. И с последствиями у меня аппетит прям так проснулся. Мне хочется кушать, кушать и кушать. Стараюсь все ограничивать. У меня буквально три дня назад начали проявляться. Я вот понюхала мыло и я такая, о боже, оно пахнет. Наверное, кинуть ужасы, там звонок посмотреть. Мы с семьей часто фильмы смотрим, так что вот этого не хватает уюта. В Алтайском крае, по официальной информации, нет ни одного случая детской смертности от ковида. Тем не менее, болезнь среди детей и подростков набирает обороты. Пациентов все больше, течение болезни все сложнее. За два часа, что мы снимали, в стационар по скорой привезли двоих. Остается только надеяться, что не в запущенном состоянии и пустующее место в реанимации, так и будет пустовать. День с толком.